Про велосипеды Фэдбай С широкими покрышками Женщин С наступающим 8 марта! Счастья, здоровья, успехов! И охоту Я когда-то охотой увлекался, но сейчас просто реально на это нет времени В студии «Ужин с шефом» директор веломагазина «Велоспортмастер» Андрей Белявский Это «Ужин с шефом» кулинарное шоу на Бобрусь-360 Весна, друзья, весна в городе Совсем скоро мы повесим наши зимние вещи далеко-далеко в шкаф Ну а из подвала достанем наш любимый велосипед Именно по этому поводу мы сегодня собрались У меня в гостях руководитель крупнейшего веломагазина в нашем городе «Велоспортмастер» Андрей Белявский Добрый вечер Добрый Что сегодня будем готовить? Сразу обратите внимание на ингредиенты, которые присутствуют сейчас на столе Я вам приоткрою маленькую тайну У нас будет сегодня как минимум три блюда Три блюда, да? Три десерта Три десерта Парни, впереди 8 марта Поэтому можете потихонечку записывать Чтобы удивить ваших дам таким вот прекрасным десертом Сегодня даже можно выбрать Да Три десерта будет Один очень простой Будет легкий десерт из семян чия с кокосовым молоком И его красиво Можно очень простой легкий десерт из семян чия с кокосовым молоком Ну, наш любимый простой белорусский десерт У всех есть кокосовое молоко Второй десерт будет в северо-итальянске Это будет панакота Панакота? Панакота, да В переводе, кстати, означает «сваренный крем» Ну, на самом деле он похож больше на желе И перебью тебя Ты сейчас усложняешь или упрощаешь? Усложняю Усложняю Короночка, давай Третий десерт Третий десерт Это французский десерт Фандан называется Фандан Такие кексы будут с шоколадной начинкой Должно быть Мы сразу признаемся У нас нет уже заранее приготовленных этих готовых блюд Все прямо здесь будет Экспром, импровиз и профессионализм, конечно же, Андрей Давай перечислим пока вот то, что есть Йогурт Йогурт Да, это у нас для панакоты будет нужен, да, йогурт Плитка шоколада Это для фандана Мука Сахар Яйца Масло Это все у нас пойдет для фандана, так? Так Ягоды у нас для украшения будут Мята Джем для панакота Ну и здесь давай сделаем акцент Желатин Это вода и ваниль Желатин у нас Ну еще у нас будет мороженое ванильное, да Оно будет подаваться вместе с фанданом Ну, все, поехали Итак, мы переходим к нашему первому десерту Я признаюсь Я даже и не пытался запомнить все эти названия Андрей, говори, что это будет Это будет легкий десерт с семенами чая и кокосовым молоком Потом мы его сервируем красиво Ну, пока приступим, да? Я так понимаю, ничего сложного здесь? Ничего, все очень просто Засыпаем, наливаем Этим можешь ты заняться Угу Угу Держи Значит, нам нужно по 3 ложки столовые семян засыпать в бокалы, да? Да Долить Где-то на палец, да? Не доливая до краев молоком кокосовым И размешать это все и поставить В принципе Так, стоп Так В перчатки У нас все должно быть стерильно Нет, извиняю Да Пока мы готовимся Последние технические организационные моменты Я вот затронул такую тему И сказав, что скоро мы все достанем наши любимые велосипеды из подвала На что сразу обратить внимание? Чтобы не поиметь проблемы В первую очередь, если велосипед не был подготовлен к хранению Угу А, хорошо, то есть обращать внимание нужно было еще осенью Ну, в принципе, да Нужно было подготовить его на хранение Смазать, промыть, почистить, чтобы он Уже был готов Тогда можно было бы, в принципе, ничего не делать Достать его И кататься Ну, кто этого не сделал, придется Все эти манипуляции произвести с велосипедом Мы поговорим сейчас об этом подробнее Вот сейчас у нас появляется кастрюля Да, кастрюлю, желатин Чуть-чуть подогреваем, чтобы нам все это растворить Угу Воднородной массе Хорошо, ну, к сожалению, не все заботятся о том, чтобы подготовить свой велосипед к зимнему периоду Тогда вот куда весной смотреть На какие детали Ну, в основном это ходовая Там цепь, звездочки То есть промыть, смазать все, чтобы это чистое было Угу Не ржавое Накачать колеса Шины, как правило, за зиму кого-то сдуваются Три ложки семян Правильно? Да, три ложки доливаем Кокосовое молоко Так, я в это время буду Сколько ты говорил пальцев должно Панакоты Ну, еще, еще, еще Можно немножко Все достаточно А вы переживали, что будет трудно и сложно Наш первый десерт, в принципе, готов, правильно? Да, почти готов Напоминаю, это кокосовое молоко и семена чиа Да Идем дальше Да, я уже занимаюсь потихоньку панакота Угу Да, мы растворили желатин в воде Сейчас нам нужно будет смешать желатин с йогуртом и сахаром Да, для этого нам понадобится миксер Есть такой Миксер, так Сюда мы выкладываем наш йогурт Йогурт, напоминаю, греческий Йогурт греческий, но Сразу скажу, желательно, не принципиально, чтобы он был греческий Главное, чтобы он был без наполнителя А, просто такой здесь Да Ну, да, вкус мы потом добавим И три ложки сахара Три ложки сахара Сахара Столовая ложка Давай чайную Давай чайную Чайную будем Раз Два Три Четыре Четыре Пять Шесть Я думаю, отлично Так, и вот это все мы сейчас Все это сейчас мы аккуратненько взбиваем Так, это 90 градусов тогда брызги не будет, ведь изменение Давай Давай Угу Век живи Век учись Вот так, правильно миксер держать Ровно под 90 градусов, чтобы не было брызг Брызг Не хочу сейчас прямо задавать Андрею вопросы, немного мешает нам звук миксера, понаслаждайтесь пока процессом нашего приготовления Мы можем только повторить, что здесь желатин, который мы разогрели, да, при помощи воды Разбавили, добавили йогурт и шесть ложек сахара Да Дальше Все, у нас в принципе практически готово Наливаем в приманки Тоже полное не будем наливать, да, чуть-чуть края свободные оставим для того, чтобы потом нам это все красиво оформить Мне нравятся эти десерты, буквально за три минуты нашей программы у нас готово уже Озвучитка Озвучитка Мои руки пока чисты, но я так понимаю третий десерт доставит нам, да, с тобой кулинарное удовольствие Там придется Да, там придется поработать Вот, в таком виде что же? Все, в таком виде мы их отправляем в холодильник, надо, чтобы оно все загусло и постояло немножко Ребят, да, я радовался тому, что мы так быстро справились с двумя десертами, но настает время третьего Я понимаю, что продуктов у нас не уменьшилось, это все, наверное, пригодится именно для фанда Сейчас третий, самый сложный десерт Значит, нам нужно масло, половинку, 50 грамм добавляем туда, да, засыпаем шоколад Все это растопить, размять в однородную массу Вот такая лопаточка классная И одна плитка шоколада Да, плитка шоколада, шоколад горький, черный, тоже без добавок Все это Очень быстро растаял наш шоколад и сливочное масло Все превратилось в такую однородную массу шоколадную Я бы уже это съел, это уже будет вкусно Я очень часто задумываюсь об этом Стоит ли дальше? Да, снимаю передачу Мука, яйца Да, мука, яйца и сахар Значит, мы добавляем сюда сразу сахар Здесь сколько? Тоже 3 ложки столовые, но мы будем чайными 6 Есть Достаточно сладкие, да? Парней сегодня потянуло на сладенькое Сладенькое, это же десерт Я может сразу извинюсь перед теми, кому сказал, что можете записывать рецепты Не все так просто, ребята Но можете потом пересмотреть и Попробовать, повторить По крайней мере, кокосовое молоко и семена чья Я думаю, замечательный десерт Каждый из вас справится Просто смешать два этих ингредиента Ну а с фонданом Придется заморочить Придется, да Отправляем 30 грамм муки Давай переводя на чайные 3 Где-то, да, или столовую большую ложку С горочкой Или две чайные Одну половиночку От чайной ложки Хорошо, Андрей, продолжая тему велосипедов Я знаю, что некоторые, ну вот прям не могут Они не могут дождаться той хорошей погоды, да Чтобы уже выкатить свои обычные какие-то велосипеды Кто-то начинает экспериментировать уже ранней весной, да Вот сейчас, в начале марта А есть ли какие-нибудь переходные модели, вот такие Которые позволяют, ну все-таки комфортно себя чувствовать Вот и в таких погодных условиях Когда оттепель, немного остается еще снега, слякоти Либо ты вот предлагаешь не практиковать такие поездки Нет, ну у нас, в принципе, когда много снега, слякоти По правилам дорожного движения по ПДД нельзя эксплуатировать велосипед Там есть пункт, где прописано В условиях снегопада и гололеда запрещено Окей Поэтому, ну, есть, в принципе, велосипеды, да Которые предусмотрены для эксплуатации таких условий Да есть резины виды разные для зимы Шипованные резины с металлическими шипами Как в автомобилях, в принципе, которые Ты сейчас имеешь в виду, вот я видел иногда Как он называется? Танк, наверное? Фэтбайк Фэтбайк Это на многие сырье или? Нет, на самом деле нагрузка небольшая Она не такая же, как на обычном велосипеде То есть, внешний вид, да, он создает впечатление, что велосипед очень тяжелый, машинный, да, очень тяжело ехать на нем На самом деле, накат у них ровно такой же, как на обычном велосипеде Отлично! Яйца появляются в нашем селе? Да, яйца, сейчас мы это все тоже взбиваем миксером в однородную массу Может быть, я уже чем-то могу тебе помогать дальше, нет? В принципе, нам нужны формочки, вот они здесь стоят, можно взять Значит, сейчас нам нужно будет формочки натереть сливочным маслом Это у нас кусочек остался Давай Натираем сливочным маслом, так, ну, где-то формочек 4 понадобится, 5 Можно вот так пальцем? Можно пальцем, да, можно прям кусочек брать вот так вот Он уже не берется, к сожалению Обильно? Ну, так, да, нормально, стеночки тоже хорошо промазать Для того, чтобы потом наши кексы хорошо отходили от формы А изучаешь ли ты вот велообстановку в целом нашем городе? Я имею в виду велодорожки, ремонт велосипедов, аренда велосипедов Вот, твое мнение, есть там куда еще идти именно в этом направлении? Ну, если в этом направлении, то, ну, вот в аренду точно, как бы, ниша практически, ну, свободная Даже там, да Где не работает, да Велодорожки, ну, велодорожек там, конечно, не хватает у нас Хотелось бы побольше Ну, тут не все А проводишь какую-то аналитику с другими городами? Где-то этому уделяют больше? В столице, конечно, больше Видно, да, приходит? Да, это видно И это, ну, прямо, ну, уже везде Оно и на окраинах, оно и в центре Да, у нас пока, то есть, ну, какие-то такие основные эллистральные улицы главные, да Там расчерчены эти полосы У меня в руках появляется кружка с какао Это последний ингредиент, я так понимаю, для нашей заготовки Да Да мне нет, подожди Значит, мы какао припудриваем формочки По чуть-чуть? Да, по чуть-чуть давайте, да Припудриваем всему Можно, Брэм, просто чуть-чуть засыпь туда И потом Правильно? Нет Нет? Давай я Та-та-ра-та-ра-ра Ты лучше спрашивай меня что-нибудь А можно я что-нибудь спрашиваю? Конечно Вот, меня всегда вот интересовало, да Вот, обычные люди как отдыхают Они ездят куда-нибудь там в клубы какие-то, там, на дискотеке, там, не знаю За границу куда-то отдыхать, да, мне вот интересно, вот как публичные люди Вот, вот, ведущая канала Бобруев 360, звезды такой мировой величины Вот как они Продолжай, нет, подожди, вопрос еще не задавай Продолжай Продолжай Проводят свое время свободное Как мы проводим свое свободное время? И есть ли оно, кстати, у вас? Хороший вопрос Чем ближе лето, тем меньше свободного времени Работа есть всегда, и будни, и выходные Но если все-таки когда-нибудь удается выловить такой денек, да Спланировать как-то, чтобы один из дней получился свободным То летнее время, конечно, я использую по максимуму уединение с природой Рыбалка, лес, друзья, шашлыки, песни, гитара То есть все-таки уединение, да? Да, да А, ну, уединение с природой и друзьями Вот так С недавних времен полюбил, кстати, рыбалку У тебя есть такая любовь? Нет Нету, да? И не начинать Я тоже всегда Нет такой привязанности С юмором относился к этим ребятам Которые каждую свою свободную минутку пытаются потратить на то, чтобы достать из березины, да? Карасика или окушка Но съездив пару раз, сам понял, что действительно у нас, у мужиков, есть что-то такое вот инстинкты эти Охотничьи Я когда-то охотой увлекался, но сейчас просто реально на это нет времени Ни на рыбалку, ни на охоту Лето для тебя тоже, правильно, не самое время для отдыха? Ну, чем дальше, тем как-то времени все меньше и меньше остается Стараешься выкраивать что-то там, ну, сложно, конечно А что нового появляется вот в мире велосипедов? Вот на своем примере, да, вот когда я рос, было три вида велосипедов Аист обычный, взрослый, так называемый, и женский, все его называли, он такой был, да, изогнутой рамы Почему-то все думали, что на нем должны ездить исключительно женщины Это правда или это стереотип? Ну, стереотип, на самом деле, если вот взять паспорт велосипеда того, старого Аиста, да, там нет никакого слова женский Гендерного, да, правильного деления? Нет, 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 там было написано велосипед дорожный с закрытой рамой, это вот так называемый мужской, и с открытой рамой, это так называемый женский В простонародье просто, ну, наверное, дамам было удобнее ездить на велосипедах с низкой рамой, поэтому как-то так вот пошло женский, женский Один раз папа хитрец поехал в Минск и привез мне Аист на больших колесах, ты понимаешь, что вот они были все на таких маленьких Да, 24-ки Да, а потом какую-то модель такую сделали, совместили с такими, ну, я бы не сказал, что это прям колеса с большого, да, велся Ну, это какая-то средняя, средняя были, да И я выехал во двор, все на обычных, а еще Орленок был, да, у кого-то остался? Я скажу, что вот в наше с тобой детство, наверное, еще мы это застали, это был, ну, предел мечтания, раскладной велосипед Это было что-то вау, что-то новое такое На сегодняшний день, на самом деле, как-то раскладные велосипеды, они уходят уже, да, и уступают место каким-то скоростным горным велосипедам То есть такой модель уже нет, да? Она есть, она есть Есть, есть такая модель, но она, я вот просто по статистике смотрю, что она с каждым годом продается все меньше и меньше То есть в основном тенденция идет скоростным, но это удобнее, в принципе, все развивается, все идет вперед, поэтому А любимый велосипед Бобручан, это вот, можно, вот есть такое самое любимое, самое продаваемое? Бренд? Да, да, бренд и, и давай, ценовая Ну, ценовая категория, самый продаваемый, это из бюджетных велосипедов каких-то, это где-то рублей 350, 400, ну, 450 Ну, в эти ценовые, как бы, категории много кто вписывается, есть и у форвардов, фаворитов, и у Аиста есть очень много моделей Я вижу, ты справился, да? Да, мы залили наше тесто в формочки и сейчас отправляем в духовку Духовочка у нас была разогрета на 200 градусов Именно так? Так Это для примера, их может быть гораздо больше, правильно? Ну, мы сделали порционно, да, 4 штучки Самое главное сейчас это время Время, да, здесь есть определенный временной предел, это 7 минут, правильно? Да, 6-7 минут, поэтому, почему важно, потому что кекс, он должен быть внутри с такой начинкой, более жидкой Поэтому, если мы передержим, он будет просто весь пропечется, будет твердый, а если не додержим, он просто у нас развалится Интересно, что у нас получится сейчас Пока, вроде бы, все по плану, говорил Андрей Посмотрим, встретимся через 7 минут Те кексы, имеем право так называть Да Которые мы отправляли в духовой шкаф, уже перед нами Прошло, как мы и прогнозировали, минут 7, но мы, конечно же, с Андреем наблюдали За тем, что происходит в духовке Все хорошо Что дальше? Так, ну, в принципе, у нас все готово Да, я еще достал с холодильника нашу панакотта, она уже застыла Угу Сейчас мы это будем все красиво оформлять, сервировать Давай Все очень просто, смотри, этим ты даже можешь заняться Нужно все это засыпать ягодами голубики И все, малина не готова И это будет готово, да, я думаю, что нет А я пока займусь фонданом Так, у нас такое блюдо есть, классное, черное Кстати, цветы появились у нас на столе Да Это не декор, ребята Ну, как нет, это декор блюда Смотрите за тем, что происходит сейчас Это сахарная пудра Ягоды голубики Ну, я так понимаю, здесь уже не принципиально, правильно? Ну, какие угодно Можно, в принципе, использовать варенье, которое дома у всех есть, да, тоже пойдет Обратите внимание, Андрей переворачивает Ну, мне так нравится Я обожаю черный цвет посуды Многие спорят Говорят, что он отбивает аппетит У тебя есть ли у меня по этому поводу? Нет Нет? Нет Нет Я как-то на цвет посуды не вращу Советую, когда вот Темные, да Чтобы не переедаются Ну, может быть, да Но это очень красиво Очень красиво А еще черный цвет в моде А есть тренд на цвет велосипеда? Вот прям Да, есть Есть Скорее черный, наверное, все-таки Тоже, да, и туда пришла эта модель Да Черный Ну, это ближе к классике, да Такой черный цвет с какими-то яркими акцентами Салатовый, красный, да У нас, ну, тоже, видишь, классика Черная тарелка, темные у нас кексы Красные, маленькие Мы читали на радио, обсуждали такой инфоповод о том, что Бешено дорогие ягоды теперь в магазинах «Беларусь» Скажи, ты вот почувствовал это, когда собирался к нам на передачу? А ну, смотри, бешено дорогие ягоды Это ж, как бы, вопрос к достатку, к доходу, да Ага, ага, ага Ссылочка Поэтому, ну, кому-то, наверное, да, кому-то, наверное, нет Ну, я говорю Ну, просто так не купишь, правильно, чтобы малины посидеть? Ну, постоянно нет, конечно, но, в принципе, ее тут не очень много нужно И я думаю, что ради того, чтобы побаловать своих женщин 8 марта, да, ну, можно немножко раскошелиться, да Не так это дорого Смотрите, какая красота Красота, да Так Ты пока занимаешься декоративной частью Здесь как фантазия или что-то ты хочешь? Да, да, да Здесь фантазия Еще мяту используем, да Зелененькую немножко Весна же В принципе, тут все готово Единственное, что поскольку наши кексы теплые Их надо прям вот по-быстрому, да, съедать Но они подаются всегда с шариком мороженого, да На контрасте это будет просто более ярко Холодное, теплое Мы сюда сейчас попробуем Не знаю, как получится Изобразить шарик Что мы не говорили про то, что шарик нужен Что получится то, что вот получится Горка мороженого, треугольничек мороженого, конус мороженого, ложка мороженого Ты знаешь, я сам того не ожидаю, у меня какая-то как розочка получилась Роза, обязательно роза должна быть, правильно, из мороженого? Ну, как-то так, да Смотрите Смотрите Это реально похоже на розу Парни, это обязательно условие По-другому это блюдо не подается Ваше мороженое должно быть похоже на розу Как у нас с Андреем Легко, одной левой Вторая получится? Да, ну, менее эстетичная будет, конечно Потому что Одна свежая роза Ой, ну ты знаешь, эта получилась еще более роза, чем та роза Более роза, чем та роза, ну, в принципе, все готово Супер Давай сюда Так, и последний десерт это Эти вот пока, значит, по сравнению с этим не солидно выглядят Что будем делать? Пока Мы будем это все украшать Значит, заливаем джемом Джем, опять же, у нас, конечно, из инжира, да Мне такой больше нравится Можно авокадо И как у каждого среднего бобручанина Любое варенье подойдет На антресолях Банах 8 с инжировым Если честно, я выбирал по цвету Окей Ну, абрикон Мне показалось, что вот белое, желтое Будет смотреться нечего Чтобы закрыть, я так понимаю, да? Да, да, да Здесь не обязательно розочкой, но Если получится Будет только плюс И я быстрее жду, когда ты перейдешь к фиалке Для чего она нужна? Мы сейчас с вами узнаем Ну, фиалку мы будем просто украшать Угу Уже хочется какой-то экзотики Конечно Все Добавляем экзотику Ну, на самом деле съедобных цветов очень много, да? Фиалка к ним относится? Фиалка к ним относится, да? Все хорошо Фиалка к ним относится У нас в Турции цветки съедобные Съедобные цветки фуксии Семейство разоцветных Там все съедобные Ну, это помимо розы Это цветки шиповника Там яблони, груши, там слива, вишни Все это нам подходит Вот здесь два добавки Да, да, да Сейчас, сейчас Спасибо А мы будем с тобой сегодня доказывать съедобность этих цветов? Обязательно Ты сомневаешься? Ребят, без видеомонтажа Ну реально можно, правильно? Можно, конечно Мы сегодня докажем Что фиалки относятся к растениям съедобным Ребята, времени нет Пока не растаяли наши розы Я сразу скажу Это очень вкусно, господи Это так бесподобно Спасибо, Андрей Ну ладно, попрощаемся еще в конце С чего начинать? Как думаешь? Давай с плотненького С кексом Да, да, с плотненького Ну, сейчас проверим Он должен быть внутри такой Ну, желательно все И мороженое, и кекс Ну да, да Да, получилось Удалось Ребята, этот контраст температур Когда сразу что-то тепленькое и холодное И маленькое, хорошо В марте Супер Далеко не ПП Да простите меня, мой фитнес-тренер Идем дальше Панакота Панакота Ну что? Пофиалим? Давай Давай мы сначала панакоту попробуем А потом по цветочку снизим Давай, давай, давай Чувствуешь эту текстуру воздушную? Необычную текстуру Необычную, да Я даже не знаю, с чем сравнить Это не похоже на мороженое Нет, нет Это не совсем желе, да Это панакота Ты не забыл про фиалку? Нет, нет Да, мы с наступающим К сожалению, не видно Но семена немножко наши разбухли Да, да Более плотная текстура стала такая Да Так вот зачерпываешь только ягодки И вот интересно А дай так он не спробовал? Нет Ну что, ну конечно вкусно Зачем нукать? Это знаешь, для кого подойдет? А тот, кто не любит сладкий десерт Да Вот здесь не так Да, он не калорийный Ну как не калорийный Там кокосовое молоко Оно в принципе Упс Ну не так Калорийный, во всяком случае Как фондан Да, да, да Итак, друзья Это была передача Ужин с шефом Сегодня у меня в гостях был Руководитель самого крупного Веломагазина в нашем городе Велоспортмастер Андрей Белявский Андрей, тебе слово Давай быстрее Тают розы Хочу всех поздравить Женщин с наступающим 8 марта Счастья, здоровья, успехов Мужей кулинаров И всех приглашаем в наш магазин Велоспортмастер на Орджоникидзе Да, приходите в гости Спасибо Это было вкусно У нас с Андреем дела Всем пока